МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Какась я! С сегодняшнего дня вместе с нами, без привлечения, будет просыпаться вся республика. Потому что на телеканале РТС стартует новая программа «Утро Хакасии». Вас ждет самая полезная, самая позитивная информация о жизни региона. Более того, вы сами можете стать авторами новостей, рассказать о своем селе или городе, передать приветы своим родным или близким. И мы, Анна Ахпашева, Александр Марухин, сделаем это утро вместе с вами по-настоящему добрым. Саша, а как ты думаешь, с чего надо начать утро, чтобы день по-настоящему задался? Для меня лично это утро с улыбки родного человека. Ну или с привета, например. А я предлагаю завести в нашей программе постоянную рубрику «С приветом». Жители самых разных городов и районов смогут пожелать доброго утра всей Хакасии. У нас, кстати, уже есть несколько весточек. Давайте посмотрим. Всем привет хочу передать. Я из Таштыпа. Привет, Абакан. Привет, Анапа. Всем привет всей Хакасии. Всем привет! Мы из Станогорска. Меня зовут Ваня. Передаю привет одноклассникам и школам номер 7. Всем привет! Меня зовут Тимофей. Передаю привет своим родителям. Меня зовут Виталия. Передаю привет жителям города Абакана. Меня зовут Серёжа. Передаю привет в Саиногорску. Всем привет! Мы из Серёмушек. Я Артём. Я Таня. Мы передаем привет всей Хакасии, передаем привет родственникам и всем всей России. Всем привет! Я Рожкова Светлана из Бейской средней школы. Хочу передать привет своим коллегам, друзьям, своей замечательной семье и всем жителям нашего района и нашего села. Всем привет! Кстати, друзья, вы тоже можете передавать свои приветы всем, кому захотите, в эфире нашей программы. Достаточно записать видео на ваш телефон, начиная со слов «Привет всем». Не забывайте сообщать, откуда вы. Передавайте приветы и присылайте видео на наш бесплатный номер. Мы есть в мессенджерах WhatsApp и Viber. Номер сейчас на экране. И уже завтра те, кто вам дорог, начнут своё утро с приятного сюрприза. А прямо сейчас мы предлагаем всем вспомнить про зарядку. Чем более сегодня масса вариантов, как подвигаться с утра. Доброе утро всем! Меня зовут Галина, я являюсь фитнес-тренером. Сегодня я вам покажу блок упражнений, которые вам помогут проснуться, получить заряд энергии на весь день. Мы его сами с девочками придумывали. Называется мячик. Мы на выдох выводим руки вперёд, вверх, вперёд. И на вдохе опускаемся вниз. При этом у нас спина ровная, колени за носки не выходят, руки сильные. Выпрямляем их полностью. Второе упражнение у нас, чтобы разогреть плечевые суставы, круговые движения назад. Лопатки при этом сводим вместе. Локти у нас сильно вниз не провисают, работают на уровне плечей. Живот при этом в тяну, спина ровная. Третье упражнение у нас будут диагональные движения руками. При этом добавляем ноги, маленько присед. Справа руки делаем вверх, вверх, вниз и вниз. Добавляем движения ногами. На выдох мы работаем вверх, на вдохе мы работаем вниз. Следующее упражнение, четвёртое, мельница. Стопы у нас параллельно друг к другу. Спина ровная, опускаемся вниз. Колено смотрит вперёд и в другую сторону. Подобное упражнение называется приветствие. Руками тянемся вперёд, мысленно, как будто мы здороваемся с другом. И последнее заключительное упражнение, чтобы разогреть мышцы кора, вращающее движение. Теперь мы все упражнения соединим. Четыре, три, два, один. На этом мы закончим наш микрокомплекс, повторять его два-три раза. Всем здоровья, движение – это жизнь. Зарядка с утра – это, конечно, хорошо. Но вот, Саша, ты знаешь, с чего начинается моё утро? Ну, я так думаю, что с кофе. Нет, я кофе не люблю. Моё утро начинается с социальных сетей. Я первым делом проверяю свои аккаунты. Если ты хочешь быть в курсе последних событий, нужно подписаться на главных блогеров республики. А, кстати, среди них и глава Хакасии. На его страницу в Инстаграме подписано несколько тысяч человек. Для тех, кто не в курсе, блогер – это тот, кто ведёт свою страницу в интернете, выкладывает видео, фотографии. За их жизнью без привлечения следят сотни тысяч человек. И прямо сейчас один из самых популярных блогеров нашей республики – Александра Солнечная – поделится с нами своим позитивным настроем на этот день. Всем доброе утро! Мне сказали, что я должна поднять вам настроение на понедельник и вообще на всю неделю. Ребят, мы живём в Солнечной Хакасии, и не улыбаться невозможно. Хотя учёные говорят, что по понедельникам люди не улыбаются до 11.15. Бред? Да бред, конечно. Взяли, улыбнулись в зеркало себе, маме, папе или любимому человеку. А ещё лучше – вредному боссу. Знаете, как ему будет неловко? От улыбки станет всем теплее. Слушай, я просто поражён, что в наш век социальных сетей некоторые до сих пор верят в приметы и гороскопы. Ну тогда специально для тех, кто прямо сейчас ждёт подсказки от звёзд, наш звёздный прогноз. Итак, сегодня, 2 октября, Овну нужно умерить свои амбиции, чтобы сохранить тёплые отношения с коллегами. А вот тельцам сегодня нужно дать себе передышку, особенно если работаете по 24 часа в сутки. Удачная встреча ожидает сегодня близнецов. Появится человек, который поможет решить финансовые проблемы и отвлечёт от грустных мыслей. У раков не исключено любовное знакомство, которое изменит жизнь. Вы давно мечтали о такой встрече. А льву поступит неожиданное предложение. Возможно, шеф назначит вас своим заместителем. Соглашайтесь без раздумий. Продолжение гороскопа чуть позже. А пока у меня к тебе, Саша, тоже неожиданное предложение. Давай побываем в Национальном банке Хакассии. Ну а неужели опять брать кредит? Нет, конечно. Там оказывается настоящая сокровищница. Музей нумизматики. Эволюция валюты — это одна из главных экспозиций Музея Национального банка Хакассии. Здесь можно наглядно проследить, как вместе с человечеством развивались деньги, начиная с самых древних времён, когда в качестве расчёта использовались дары природы, ценные меха, животные, ракушки каури и многое другое. Кстати, все эти богатства природы в 19-м начале 20-го века применялись в Хакассии для натурального и денежного обмена. Например, одна овца по ценности равна была одному мешку зерна. За курительную трубку и за гальматолита отдавали целого коня. А женское нагрудное украшение ПОГО стоило аж 150 рублей. За 10 лет существования Музей Нацбанка накопил почти тысячу интереснейших предметов. Этот музей мы используем как площадку для повышения финансовой грамотности населения нашего региона. Экспонаты музея рассказывают о работе Банка России, рассказы об истории и развитии банковского и кредитного дела на территории Республики Хакассии и Юго-Сибири. Сам Нацбанк Хакассии был образован 1 ноября 1927 года. Интересно, что контора Хакасского агентства Государственного банка была первым каменным зданием в Абакане. Вот оно на снимках, сделанных в 1932-м. За этим столом 90 лет назад первый управляющий Хакасского агентства Госбанка СССР Среди экспонатов того времени не только мебель, но и счетные устройства. Их эволюция от примитивных счетов до компьютеризированных машин также представлена в музее. Вот так выглядел сортировщик банкнот в недалеком прошлом. Он сортировал купюры по номиналам и отделял ветхие банкноты. А это настоящая пачка денег. Кстати, привычная для нас упаковка из 100 банкнот называется корешок. И если целые купюры отправляют на дальнейшую службу, то ветхие утилизируют особым образом. Сжигать их нельзя, их измельчают по специальной технологии. После сортировки вот такие ветхие банкноты отправляются на уничтожение. Затем они выглядят таким образом. Говорят, что в этом брикете 50 тысяч рублей. Увидеть и даже потрогать некоторые экспонаты музея скоро смогут все желающие. 14 октября в Нацбанке пройдет день открытых дверей. Посетителей данного мероприятия предоставляется уникальная возможность ознакомиться с эксклюзивными экспонатами нашего музея. Такими как сибирская монета 18 века, золотые и серебряные монеты, выпущенные к 300-летию в хождении Хакасии в состав российского государства, другие памятные банкноты и монеты Банка России. Узнать все подробности мероприятия можно по телефону в Абакане 29 21 43. А сейчас пришло время краткого обзора событий из жизни нашей республики. Да, корреспонденты РТС побывали в самых разных районах Хакасии и готовы поделиться новостями. Заморозки и ранний снегопад привели к гибели больше 40 тысяч гектаров сельхозкультур в Багратском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. Предварительный ущерб свыше 150 миллионов рублей. В связи с потерей урожая глава Хакасии ввел в республике режим ЧАЭС. Решаются вопросы по оказанию материальной помощи и господдержке пострадавшим фермерам. В столице Хакасии завершается сезон фонтанов. Всего их 17. Накануне началась консервация фонтанов на зиму. Специалисты службы благоустройства демонтируют насосное оборудование, двигатели вывозят на теплые склады. Чаши фонтанов закрывают деревянными щитами. Это позволит уберечь кафель и плитку от вандалов, снега и мусора. Закрылись в Абакане и дачные маршруты. Воскресенье стало последним днем, когда на дачные участки можно было добраться городскими автобусами. Работа дачных маршрутов возобновится весной, традиционно, в конце апреля. Число призывников в России впервые сокращено почти на 20 тысяч до 134 тысяч человек. Значительное сокращение числа призывников в осеннюю призывную кампанию этого года произошло в результате комплектования должностей контрактниками. Накануне в нашей республике, как и по всей России, отметили День пожилых людей. Почти в каждом районе Хакасии есть пенсионеры, перешагнувшие вековой рубеж. Всего в республике 13 долгожителей в возрасте 100 лет. Все они женщины. Самая повидавшая жизнь бабушка живет в Абакане. В этом году и исполнилось 103 года. В нашей республике действительно происходит огромное количество событий. Уследить за всеми просто невозможно. И прямо сейчас, как говорится, из «Невошедшего». Ребятишки, а кто знает, кто это? Ленин. А кто он был? Обседшим. Он был предводителем СССР. Он это, революцию произвел. Именно так сегодня воспринимают дедушку Ленина уже даже не внуки, а праправнуки. Подрастающее поколение поселка Черемушки буквально открыло для себя авторов 20-40-х годов нашей страны. Работы Дейнеки, Петрова-Водкина, Пименова, Бродского и других живописцев. Огромные копии благодаря современным компьютерным технологиям воссозданы с абсолютной точностью. Можно даже мазки-кистью разглядеть. И если детские эмоции на уровне удивления, то у взрослых скорее старая добрая ностальгия. Встретиться со старыми друзьями, потому что работы, которые представлены на этой выставке, они, конечно, очень многие известны самым разным слоям населения. Но просто удивительно то, что наш зеркальный зал, который совершенно по-другому выглядит, вдруг преобразился, превратился в галерею. Помимо культурной миссии, а проект побывал уже в 37 городах по всей стране, он выполняет еще и образовательную функцию. 15 одаренных детей не просто смогли посетить выставку, но и поучиться у педагогов из Москвы. Им очень полезно разбирать смысл картин, догадываться, что же хотел сказать художник. Ведь каждая деталь картины – это слово. И действительно, картины с нами разговаривают, если правильно с ними обращаться. Воспринять правильно картины из жизни начала прошлого века нынешнему поколению действительно непросто. Отчасти для этого рядом с каждым полотном подробный рассказ и анализ работы. Впрочем, у каждого все равно возникают свои ассоциации. Девушки бегут, это спорт, это жизнь. Они такие уверенные. Немного даже кажется, что они в реке Чучино увидели и побежали. Наверное, в современном мире, то они бы с наушниками, допустим, побежали, музыку слушали. Или, допустим, они не бегали бы так вместе. В стремлении открыть ребятам из черемушек неизвестные этапы советской живописи организаторы пошли еще дальше и предложили детям самим создать не менее выдающиеся хотя бы по размерам полотна. За каждой картиной должна стоять история. И кто знает, может, спустя десятилетия уже их работы будет анализировать и пытаться понять подрастающее поколение. И продолжая ретро-тему. Интересно, как жила наша республика лет так 70 назад? Мы можем это легко узнать благодаря нашему архивному обозревателю и газете «Советская Хакасия» за 1931 год. 30-е годы 20-го столетия для Советского Союза стали периодом коллективизации, развития стахановского движения и индустриализации. Не миновали они и Хакасскую автономную область. Газета «Советская Хакасия» от 2 октября 1931 года сообщает важную новость. На территории области решено создать Абакана-Инисейский энергопромкомбинат. В него войдут угольные копи, лесозаводы, теплоэнергоцентраль, гидроэнергоцентраль, алюминиевые и медиплавильные заводы, фабрики по заготовке искусственной кожи, меха и многое другое. На строительство промышленного гиганта решили заложить почти 3 миллиарда рублей. Активно разворачивается в 30-е борьба с кулачьем, о чем неустанно пишет главная областная газета. В колхозе имени Калинина завелся махровый кулак «Караваев». Прибыл сюда из Ермаковского района, где раньше владел заводом по переработке конопляного и льняного семя. Для большей наживы Караваев закупал семя у населения по мизерной цене, а масло продавал втридорога. Такого кулака нужно срочно изолировать за пределы области. А вообще с кулаками в то время поступали жестко. Всего-то за невыполнение твердого задания по хлебу крестьян судили по уголовной статье 61. Кулаков Путинцева и Назарова приговорили к шести месяцам принудительных работ. Меньше повезло кулаку Даниленко. Его отправили в ссылку в северный край аж на три года за то, что не заготовил 50 пудов хлеба и 500 пудов сена. Кулаков в то время хватало, а вот хороших кадров нет. Вот в Хакасскую областную контору связи срочно требуется рационализатор и плановик. Еще одно довольно интересное объявление уже из Минусинска. Доктор Остренко ведет прием больных ежедневно по детским, женским и внутренним болезням. А мы продолжаем рассказывать о том, что день грядущий нам готовит, по крайней мере, по прогнозам астрологов. Итак, дев ждут интересные встречи, знакомства и море впечатлений. В семье полная гармония, вечером предстоит поездка. У весов напряженный день, к вечеру устанете так, что еле доползете до дивана. Зато в любовной сфере нет повода для переживаний. Скорпионы получат моральную поддержку от того, от кого не ожидали. Вам даже покажется, что это розыгрыш. Жизнь богата на сюрпризы. Стрельцам сегодня нужно быть не только рассудительными, но и мудрыми. Возможно, крупные и перспективные проекты. Необычный день у козерогов. В творческой сфере они проявят такие таланты, что сами себе удивятся. Только не гонитесь за материальной выгодой. А если же звезды не посулили вам поездку, у вас есть все шансы и интересно провести свой вечер у телеэкрана вместе с телеканалом РТС. Да, и в течение дня масса полезной информации. Кстати, насчет полезной информации. Житейский опыт, на мой взгляд, самый надежный источник. Как говорится, испытано на себе. И прямо сейчас для тех, кто завтракает у телеэкрана... Народные советы от жителей Хакасии. Завтракать надо, как король, обедать, как принц, а ужинать, как нищий, говорили древние. И были правы. Значение утренней трапезы трудно переоценить. От того, что мы едим на завтрак, в большой степени зависит наше самочувствие и работоспособность в течение всего дня. Четыре причины, почему нельзя пропускать завтрак. Первое. Он помогает завести пищеварение. Восстанавливает уровень сахара в крови, повышает внимание. Доказано, что люди, которые завтракают ежедневно, более выносливы и получают больше удовольствия от учебы и работы. Второе. Стройная фигура. Исследования ученых показали, тот, кто не завтракает, съедает больше в течение дня. Метаболизм увеличивается, а вероятность ожирения возрастает в четыре раза. Третье. Отказ от завтрака может стать причиной рассеянности, раздражительности. Ведь организм в первой половине дня нуждается в так называемых гормонах радости – эндорфинах. Поэтому фрукты, какао или кусочек шоколада на завтрак – залог хорошего настроения на весь день. Четвертое. Крепкий иммунитет. Проведенные в Великобритании исследования показали, что люди, пропускающие утреннюю трапезу, более восприимчивы к различным вирусам. Вот и получается, что ежедневный сбалансированный завтрак – один из важнейших шагов к здоровью и долголетию. Каким должен быть правильный завтрак, мы спросили у жителей Хакасии. Кашу с чаем и печеньями. Я считаю, что лучше всего есть именно кашу, именно геркулесовую, потому что она самая полезная. С сухофруктами? Так гораздо вкуснее. Я пью чай и бутерброд. Хлеб с маслом, либо булочку с маслом, с сыром, с колбаской. Вы вообще считаете, что это правильно, полноценный завтрак? Я считаю, что это неправильно, но так сытнее. Кашу? Кашу. Ну вот видите, не все дети кушают кашу. Они выборочно. Например, сын мой любит манную кашу. Ну и дочка тоже манную. Овсяную не кушает, рисовую не кушает, гречневую тоже не кушает. Им как бы только манную выдавают. А так полезно кашу, нужно есть кашу. И хлопья. Да. А вот допустим, бутерброды, колбаса, булочки. Ну, сыр любят. Сыр и яйца. Мы считаем, что копченость – это вредно для детей в детском возрасте. Стараемся ограничить. Сыр любят. А сыр и молочные продукты мы вот с утра. Кефир, йогурт можно. А сами? Вы придерживаетесь того же? Мы? Нет, мы сами любим. Мы сами любим. Кушаю несколько с молоком утром. Все. Каждый день? Да, ну иногда салат утром. Утренний салат. Иногда дома ничего нету. Всегда найдется несколько. Кушайте кашу. Она полезна для здоровья. Я, например, завтракаю кофе, сыр, хлеб. Ну, такое. А бывает даже не завтракаю. Как вы считаете, ваш завтрак полезный вообще для вашего организма? Ну да. Я же не переедаю. А я все хочу. Пирожки, блинчики, яички. Творог с утра. Например, блинчики. Либо яички. Это кто как хотят. И все. Завтрак должен быть одновременно и легким, и питательным. Состоять из полезных продуктов, которые помогают взбодриться, заряжают организм энергией на долгие часы. Выбирайте в качестве правильных утренних блюд овсяную кашу с сухофруктами, белковый омлет с овощами. Для завтрака идеально подходят молочные продукты. Творог, сметана, брынза, твердый сыр. А кусочек нежирного мяса или рыбы – это источник протеинов, которые медленно перерабатываются, поэтому у человека не возникает постоянного желания перекусить. Так что обязательно завтракайте. И завтракайте с аппетитом. С добрым утром, Хакасия! Саша, а ты знаешь, какая вообще удача найти в жизни свою вторую половинку? Я думаю, это ужасно сложно. Да, вот белоносой мартышке из Абаканского зоопарка повезло. Ей мужчину даже искать не пришлось, ей его привезли. И как сложились у них отношения, мы узнаем прямо сейчас. Вот этот красавец по имени Чики. Приехал он из экзотариума Архангельской области. На поиски статного парня у работников Центра живой природы Абакана ушло несколько лет. Оказывается, не так уж просто подобрать подходящего примата. Важно было и не слишком маленького, чтобы не ждать, когда он вырастет, да, достигнет половозрелости. И уже преклонных лет нам не нужно было, потому что важен именно такой молодой, продуктивный возраст. На новом месте Чики обжился быстро. Мужчина он активный и довольно любопытный, любит наблюдать за соседями. Кстати, один из них – старичок Яша. В свои 30 лет, а это солидный возраст для мартышки, он остается игривым и проказливым. Больше всего появления Чики ждала вот эта белоносая мартышка по имени Соня. Ей 7 лет, но для маленького примата это возраст уже не первоклашки, а вполне взрослой леди, готовой выйти замуж. С женихом они практически ровесники. Пока живут в разных вольерах, присматриваются, так сказать. Она сейчас присматривается, но, мне кажется, уже как-то начала проявлять интерес. Ну, как истинная девушка, наверное, пококетничала немножко. Но теперь уже, я думаю, влезется тот момент, когда они друг друга вот именно узнают получше. Будем надеяться, что Соня и Чики понравятся друг другу, и белоносых мартышек в зоопарке Абакана станет больше. Как мы и обещали, наша программа будет открывать таланты со всей республики. Для этого достаточно оказаться в гостях в нашей студии, и вас увидит вся Хакассия. Да, и сегодня своим зарядом позитива с вами поделится группа Штопор. А с утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, А потом, проходя мимо зеркала, А я скажу, однозначно уж я и страшен Я даже немного, я даже немного Я даже немного ничего А я похож на новый карус А у меня такая же булыбка И как у него, и как у него Оранжевое настроение А кефир я добью ровно в десять А потом я доем чуть пораньше И скажу перед сном Скажу перед сном И скажу, эх, мама А до чего хорошо? Бутылка кефира пол батона Оранжевое небо, оранжевое солнце, Оранжевая мама, оранжевые песни оранжево поёт. Не забывайте, теперь каждое утро просыпаемся вместе «Утро Хакаси» на РТС!